Ну и сейчас обсудим подробнее глобально эту тему с Павлом Нарожным, это военный эксперт и волонтер, с нами уже на связи. Павел, здравствуйте. Доброго дня. Вот хотелось бы сразу вспомнить о том, что когда мы говорим об экономике, да, мы говорим там промышленный безвиз, но сначала есть определенный документ действий на 23-24 год. Присоединение к ЕС. Да, но начнем в 2023 году переговоры. Два года на это потребуется, либо меньше. Все время происходит у западных партнеров определенные такие недомолвки, недожимают определенную ситуацию. Вот, например, если взять ту же систему безопасности, да, почему начали там мы с того, что Евросоюз сейчас оценивает риски войны на своих границах. Вот, например, продолжается обсуждение поставок боевой авиации Украине, да, но это там Словакия, Польша отправят Украине, возможно, 33 истребителя МиГ-29. А по сути, ну это устаревшая машина и хорошо бы F-16, а F-16 не отправляют. И, например, телеканал СНН даже озвучивает причины отказа, что на переобучение украинских пилотов управлению F-16 потребуются месяцы. Ну так, может быть, начинать? Ну, конечно же, я как патриот Украины считаю, что да, нужно начинать, но все-таки есть определенные технические проблемы. Это как обучение пилотов, которое займет месяцы, это аэродромная инфраструктура, то есть непосредственно сами взлетные полосы, заправщики. Это техники, которые будут обслуживать эту технику, эти самолеты, то есть там их больше по количеству нужно, чем для обслуживания советской техники. Поэтому объективный срок, когда мы можем получить эти F-16, это будет, ну, я думаю, ну не раньше осени. Тому моменту, когда летчики пройдут обучение, тому, как технари пройдут обучение, получим всякие эти заправщики и все остальное добро. Пока до того момента все выглядит так, что со всех стран бывшего советского лагеря нам будут переданы все советские самолеты МиГ-29, Су-25 мы получили от Северной Македонии. Да, они там в состоянии запчасти, но тоже они свою пользу определенную принесут для обороны страны. И на эти МиГ-29 будет установлено современное вооружение стран НАТО. Это будут как ракеты ХАРМ, про которые уже все знают, которые, это противорадарные ракеты, которые запускаются с МиГ-29. Они самонаправляющиеся, они летят на вражескую территорию, находят там радар, ну его уничтожают. Кроме ХАРМов это будут ракеты воздух-воздух, ну то есть которые будут сбивать вражеские самолеты. Это могут быть крылатые ракеты Гарпун противокорабельные. Сейчас мы их запускаем с, ну грубо говоря, с грузовика. То есть платформа у него, это грузовик специально переоборудованный. Но его можно запускать из самолета. И тогда дальность действия этой ракеты станет намного дальше. Ну то есть, соответственно, если она летит там на 250-300 километров, то при запуске самолета там ударить по порту Севастополя, по кораблям, которые находятся в порту Севастополя, проблемой не будет. Но насколько быстро мы сможем переоборудовать наши эти МиГи, какой спектр конкретного вооружения будет передан, ну пока говорить, наверное, рано. Ну вот, такие аргументы в пользу, скажем так, отложенных поставок F-16 на текущий момент. Ну и сразу хочу обратить внимание на следующее заявление. Я бы так его назвал. До 300 тысяч военных, военнослужащих может направить НАТО к границе с Россией. Цель такого шага остановить Российскую Федерацию от расширения войны за пределами Украины. Об этом пишет политика. Военные смогут прийти на помощь союзникам в кратчайшие сроки. При этом сообщается, что на фоне обеспокоенности недостаточными объемами собственных запасов оружия, которые возникли в некоторых странах, а также острой потребностью Украины в большом количестве снарядов, объективно сейчас есть риск того, что не все союзники по НАТО внесут вклад в новые планы Альянса усилить восточный край. Вот здесь хочется сразу понять, 300 тысяч военнослужащих на границе. Я так понимаю, что речь идет в первую очередь о Польше, речь идет о странах Балтии, видимо, это Словакия тоже. Вот, соответственно, готовится ли НАТО объективно уже к возможной войне? Потому что, ну, все мы помним пятую статью, да, что весь Альянс должен воевать на стороне члена НАТО. Если это будет Польша или Литва, Латвия, то, соответственно, весь блок должен вступать в войну. Или пока, ну, преждевременно об этом говорить. Ну, очевидно, что они не готовятся к агрессивной войне. Они готовятся, очевидно, обороняться. Обороняться в рубежах тех стран, на которые могут быть нанесен удар. Это те страны, у которых есть сухопутная граница. Ну, те, которые вы перечислили, те страны Балтии, это Финляндия, может быть. Ну, пока она не член НАТО. 300 тысяч – это неимоверное количество, это, ну, громадное просто количество, если мы говорим про, ну, например, армию США. Вот сейчас весь, всю группировку российской армии, которая находится на территории временно оккупированной Украины, на территориях Украины, которую Россия оккупировала, ее оценивают приблизительно в 250-300 тысяч. Но мы же не будем сравнивать армии США и тех, собственно, там, вагнеровцев, те военные соединения, которые пытаются уже сколько там с июля месяца штурмовать Бахмут, один несчастный город с населением 70 тысяч, в котором там оборону держат две бригады ВСУ. Не будем сравнивать их с боеспособными подразделениями, там, скажем, США, Франции, Великобритании и так далее. То есть это категорически другие по качеству войска, категорически другие по вооружению войска. Когда мы говорим 300 тысяч сухопутных войск, это означает то, что Америка заведет в Атлантический океан, он уже там находится, там будет находиться авианосец, который будет поддерживать, в случае, если будут нападения на какую-то страну, то будет поддерживать с воздуха. А это авиация пятого поколения. У России на текущий момент есть аж один или два самолета пятого поколения, а со стороны НАТО есть уже сотни штук этих самолетов. Ну вот мы все обсуждаем передачи Украине F-16, это четвертое поколение. На авианосцах американских находится F-35, это пятое поколение. Это самолеты, которые с очень большого расстояния, невидимые для радаров россиян, будут наносить удары, будут выжигать все на земле. Мы говорим о том, что Украине, возможно, будет передан атак МС и так далее. Если американская, ну не если, а когда американская армия разместит свой контингент, то они, соответственно, приедут с этими атак МС. И в случае какого-либо удара по странам НАТО эти атак МС, ну, соответственно, они начнут ими стрелять сразу же. То есть им не нужно никому их передавать, они с ними приедут, скажем так. Если говорить про то, кто уже находится, то в Румынии находится 82-я десантная бригада США. Это одна из самых боеспособных бригад. Румыния, конечно же, ну, крайне маловероятно, что она будет находиться под какой-то угрозой. То есть это, скорее всего, ну, такой, скажем так, резерв, откуда они очень быстро могут переместиться туда, куда нужно переместиться. Туда, ну, поскольку это воздушная десантная бригада, да, она может десантироваться там на вертолетах, на самолетах и так далее. То есть очень быстро может переехать. Американцы показывали, как они это могут сделать. Еще до широкомасштабного вторжения, ну, самая ближняя база НАТО, большая, она находится в Германии. И они показали, как они самолетом «Геркулес» могут перекинуть 4 «Хаймарса», нанести удар и вернуться назад. И они это все сделали за 4 часа. То есть вся операция по транспортировке, удару и возврату назад «Хаймарсов». Ну, то есть, соответственно, это очень серьезная цифра. Это очень серьезная группировка. До того, до широкомасштабного вторжения России в Украину, в Эстонии, если не ошибаюсь, стоял один международный батальон. То есть 500 солдат, там 5 рот, которые постоянно ротировались. Ну, то есть их задача была просто демонстрация, что мы тут есть. Ну, реально один батальон какой-то серьезной угрозы России бы не представлял. А сейчас речь идет про 300 тысяч солдат. Ну, то есть одна бригада и там порядка 5 тысяч солдат. Ну, то есть это там сколько получается? 15-20 бригад. Ну, то есть такая очень серьезная группировка будет стоять и готовиться отражать атаку. Ну, вот смотрите, нет-нет, но в информационное поле и пролазит информация о том, что якобы, ну, во-первых, много сакцентировано внимание на юге Украины. В частности, о Крыме говорят. Там Бен Ходжес, например, говорит, да? Бывший командующий силами США в Европе. Что вот как раз Крым и лето – это хороший шанс для того, чтобы переломить ход войны. Потом, например, вот Сороса, я прочитал совсем недавно, он говорит, что, по сути, в мае должен произойти перелом. К чему? Пролезает постоянная информация, что ставки Запада и конкретно Вашингтона сейчас делаются на то, чтобы Украина одержала крупную победу, вот как раз предположительно на юге, и сделала это в ближайшее время. То есть, ну, вот мы говорили, допустим, да, и в 16 месяцы потребуются. Ну, по сути, и нужно будет уже обучать украинских пилотов летать на F-16, потому что, если так произойдет, то, соответственно, Украина выиграет в войне, которую Россия ведет против Украины. И вот дальше тоже постоянно подтачивает этим аргументом, я не знаю, это происки Кремля, либо объективно, да, что якобы у администрации Байдена может закончиться финансирование, которое, ну, по разным оценкам признавали, что расписано там до осени, да, допустим, у Белого дома. А вот выделит ли республиканская палата представителей, ну, большинство у республиканцев в палате представителей, проголосуют ли за новые суммы для Украины, уже действительно большой вопрос. Вот мне интересно, эта информация правдивая или это такой себе кремлевский нарратив? Ну, мне тяжело сказать, будут ли голосовать и как будет голосовать парламент США. Чисто с технической точки зрения, с военной точки зрения, мы должны действительно атаковать этим летом. Ну, весной, летом. Почему так? Потому что россияне постоянно проводят скрытую мобилизацию. Они мобилизуют 20-30 тысяч минимум людей в месяц. Сейчас это выглядит больше как пополнение армии от потерь. Ну, то есть они примерно 20-30 тысяч теряют просто убитыми на поле боя. Но в то же время они накапливают какие-то резервы. Ну, то есть пусть небольшие, но не есть эти резервы. И в случае, если мы не будем наступать этим летом, россияне смогут перегруппироваться. Они смогут вооружить новую эту легкую пехоту, которую в больших количествах они бросают в бой. И там примерно 200-300 тысяч этого резерва они могут вести на войну в Украину. Да, мы эти резервы перемолотим, ну, то есть, скажем, там, за полгода. Но в то же время мы сами потеряем довольно много и техники, и людей. Ну, то есть, соответственно, мы должны наступать. То есть у нас других вариантов, кроме как наступать, нет. Почему так? Тут есть и экономика, и война, и военные цели в этом самом деле. У нас на текущий момент оккупирована половина Херсонской области, половина Запорожской области. И на этой половине Запорожской области у нас находится атомная электростанция, которая очень важна для нашей энергетической инфраструктуры. У нас перекрыт порт Одессы. Россияне выпускают дозировано корабли с зерном. Ну, задача основная – это поставить на колени экономику Украины. Мы не сможем открыть полноценно порты Одессы, пока Крым оккупирован, пока там находятся россияне, пока они угрожают, скажем так, топить наши корабли. То есть мы не можем запустить полноценно нашу металлургию, потому что у нас основные порты экспорта металла – это был Бердянск-Мариуполь. Ну, к сожалению, Мариуполь стер с лица земли, там уже не осталось никакой металлургии, как и жилых домов и всего остального. То есть там маловероятно, что там можно будет очень быстро что-то восстановить. Но другие города, такие, например, как Запорожье, они вполне могут экспортировать продукты металлургии, а для этого нам нужен Бердянск. Для этого он должен быть освобожден. Соответственно, крайне маловероятно, что это лето будет тихим для россиян. Я более чем уверен, что будет украинское наступление. То есть мы будем освобождать юг. Мы будем, скорее всего, освобождать с большой вероятностью Луганскую область, как наиболее близкую к Харьковской области, только для того, чтобы уменьшить фронт. По поводу того, что Америка перестанет поддерживать. Америка ленд-лизом поддерживала Советский Союз в пять лет. С 41-го, там, 40-го года, по сути, по… Ну, хорошо, там он начался, скажем так, в 42-м полноценно. То есть три года Америка полномасштабно поддерживала Советский Союз во время Второй мировой войны. И не только Советский Союз, и Великобританию, и другие страны союзников. Поэтому я более чем уверен, что поддержка будет продолжаться столько, сколько нужно. И это будет поддерживать не только Америка, но и Европа. Поскольку Европа крайне заинтересована в том, чтобы агрессивно настроенная Россия осталась где-то за, скажем так, за таким большим буфером, которым, по сути, сейчас является Украина. Поэтому я рассчитываю и считаю, что поддержка будет и дальше, и годы, и два, и столько, сколько нужно. Ну и вот еще одно интересное заявление. Точнее, даже не само по себе заявление, а реакция на это заявление. Если Украина проиграет в войне с Россией, то Польша будет вынуждена вступить в конфликт. Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Америк Расшишевский. И комментируя решение властей передать Украине МИГ-29, посол отметил, что либо Украина сегодня будет защищать свою независимость, либо Польша будет вынуждена втянуться в этот конфликт. И после того, как эта информация появилась в СМИ, посольство Польши во Франции опровергло заявление Расшишевского. В посольстве отметили, что не было объявления о прямом участии Польши в войне, а только предупреждение о последствиях, которое может иметь поражение Украины. А именно, возможность России атаковать или вовлечь в войну страны Балтии и Польшу. Тут я, на самом деле, не очень понял реакцию на это заявление, потому что, по сути, все логично. Если Украина не выстоит, то, соответственно, дальше, скорее всего, придется вступить... Точнее, Россия может атаковать Польшу, либо страны Балтии. По-моему, абсолютно логично. Почему такая реакция, как вы считаете? И вообще, осознают ли в Польше, что, на самом деле, война на границах – это не просто какие-то слова, это, в принципе, возможная перспектива? Россия, в принципе, ничего не меняет за последние лет, сколько там, 80. То есть, ну, возьмем простой исторический пример. Финляндия. Финляндия, значит, там нанесла артиллерийский... Ну, как они, значит, оправдывали свою агрессию Финляндию. Якобы, значит, Финляндия нанесла артиллерийский удар по какому-то селу, хотя на самом деле стреляли сами россияне. После этого была создана такая финская народная республика из каких-то там коллаборантов. Эти коллаборанты там, значит, обратились якобы Советскому Союзу за помощью, и после этого Советский Союз ввел туда солдат. Советский Союз оккупировал Карелию, ну, они этого особо не скрывают, то есть война была исключительно оккупационная. И точно так же они действовали в Афганистане, точно так же они действовали в Чечне, точно так же они действовали вот в Украине, то есть напали, нарисовали какие-то там фейковые референдумы, что якобы там был референдум, и никто из россиян не может пояснить, по какому закону этот референдум проводился, по каким правилам, то есть просто какие-то люди бросали какие-то бумажки в какие-то ящики, вот так это выглядело. Соответственно, поляки прекрасно это видят. Лапшу повесить на уши европейцам, ну, нереально. Вся эта ложь российская, она заметна, и прекрасно поляки понимают, ну, то есть какой сценарий будет, если Украина падет. Вот Россия оккупирует, пройдет лет 5-10 после того, как Россия восстановит свои там артиллерийские склады, склады техники, построит новые танки, которые были сожжены на этой войне, и они пойдут в атаку. Вопрос только, на кого они дальше пойдут в атаку? То есть это будут либо поляки, либо страны Балтии, либо финны. Они где-то там найдут каких-то мифических поляка-нацистов, там, каких-то эстонцев-фашистов или еще кого-то. Вспомнят там войну с Наполеоном, ударят по Франции, еще что-нибудь. То есть без вариантов. Россия – это агрессивная страна, это диктаторский режим, который для того, чтобы удовлетворять свои имперские амбиции, они постоянно будут на кого-то нападать. Поэтому поляки будут втянуты в войну. Почему была такая реакция? Ну, наверное, европейцы боятся стать стороной конфликта. Они прекрасно понимают, какие жертвы сейчас несет Украина. Поэтому они не хотят, чтобы по ним стреляли этими ракетами, чтобы на их территории ездили танки, чтобы по их территории стреляли артиллерия. Они готовы сделать все абсолютно, чтобы этот конфликт закончился на территории Украины. Эта война закончилась на территории Украины. И чтобы Украина стала тем самым буфером. После нашей победы, а я более чем уверен, что Украина победит, Украина станет, ну, таким, я не знаю, как это сказать, это будет самая боеспособная, самая опытная армия всего мира. Никто не воевал в таком объеме за последние лет 50-60. Даже Россия не воевала в таком объеме, как мы. Ну, то есть мы маленькая страна с маленькой армией, которая дает отпор более сильному врагу, более многочисленному. Поэтому поляки абсолютно правы. Им нужно нас поддерживать до самой победы. Ну, вот, кстати, в продолжение темы, еще одну цитату приведу. Членство в НАТО нужно не только Украине, так как она своим вступлением способна усилить эльянс. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришианис Кариндж. Он отметил, что, как ожидается, на саммите НАТО в Вильнюсе будет обсуждаться Украина, что логично. Также, по мнению премьера, опасность, которая существует для мира и безопасности в Европе сегодня, это Россия, которая стремится продолжить существование в форме империи. Давайте послушаем его цитаты и обсудим. Я объясняю коллегам, что Украина должна не только начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в этом году, даже если еще будет продолжаться война. Кроме того, для нашей европейской безопасности важно, чтобы Украина стала членом альянса. Мы видим осторожность, потому что ни один член НАТО не хочет участия альянса в войне. Именно поэтому, когда я говорю о вашем вступлении в НАТО, то подчеркиваю, когда война завершится. Мы должны смотреть в тот период, когда война завершится, и я в этом будущем не вижу никакого другого варианта, кроме вступления Украины в НАТО. Кришьянин Скариндж, премьер-министр Латвии, в интервью «Европейской правде». Ну вот, да, есть Латвия, есть страны Балтии, есть Польша, а есть другие страны, которые также являются членами не только Евросоюза, но и НАТО. Ну вот, кстати, а есть Венгрия, например, которая ни в коем разе, ни в коем случае не даст Украине возможности легко вступить в альянс. Все заявления, которые звучат абсолютно правильно, тут даже не хочется как-то поддавать сомнению тому, что было озвучено, но тем не менее, а реальные перспективы какие? Если вы говорите, что Украина после победы, а вы уверены в победе, я тоже в это верю, Украина может стать, ну, это же еще и Андрей Ермак говорил про ось безопасности новую Европейского Союза. Вот, соответственно, тогда альянс, либо Украина уже будет формировать какой-то новый свой альянс, не НАТО, я имею в виду, не Североатлантический альянс. Ну, как бы, страны НАТО, на самом деле, все их показывают такими какими-то жесткими, что вот там, значит, какие-то есть правила. Когда речь идет о каком-то более очень серьезной стране, то правила переписываются под эту страну. Яркий пример – Франция. Франция, когда вступала в НАТО, ну, как схема безопасности НАТО какая-то, то есть в случае, если на какой-то член НАТО нападают, они все должны обороняться, и все это делается объединенным штабом НАТО. Франция сказала, мы не хотим подчиняться объединенному штабу НАТО. И они член НАТО с особыми правами. В случае такой войны Франция будет воевать с НАТО, но сама по себе. Ну, то есть они не будут подчиняться этому объединенному штабу. То есть когда речь будет идти о армии Украины, миллионной армии, с громадным боевым опытом, с опытом применения всех видов вооружения различных стран НАТО, я более чем уверен, что будут переписаны правила. Что на статью по поводу того, что там все нужно принимать коллегиальным решением, она будет отменена. Ну, то есть не большинством голосом, а то, что все должны проголосовать за. Для Украины правила перепишут. То есть для Украины, я более чем уверен, будет каким-то особым членом НАТО, либо каким-то специальным ассоциированным членом НАТО, за пределами НАТО, которым все будут обязаны помогать. Ну, то есть я уверен в переписывании этих правил. Ну, а вот глобально, если посмотреть сейчас на Альянс, то создается четкое впечатление, что страны Евросоюза, давайте так скажем, отдают старую технику, по сути, на утилизацию в Украине. Ну, то, что они могут сейчас поставить, соответственно, пытаются заменять это при помощи Соединенных Штатов на более современное вооружение, как для себя. А Соединенные Штаты, соответственно, ставят на вооружение еще более новую технику для того, чтобы в перспективе вести возможную войну с Китаем? Или я не прав? Америка самая боеспособная, американская армия самая боеспособная армия в мире. Ну, то есть никто с ними не идет ни в какое сравнение. Ну, там в Европейском Союзе есть два авианосца. Один недостроенный у немцев и один боеспособный у британцев. У США 19 авианосцев. Ну, то есть масштаб армии США, ну, намного больше. Да, у них основной, сейчас, скажем так, мир двухполюсной. И второй полюс – это не Россия, это Китай. Экономика Китая гораздо более мощная. Она растет, она постоянно развивается. Хотя Китай на текущий момент не инициировал ни одной войны, но они постоянно брят свою оружие. Они поддерживают Северную Корею. Они, скажем так, держат в напряжении Тайвань, который они считают своей территорией. Поэтому, да, так и есть. Америка будет прокачивать свою армию и, ну, постоянно помогать другим странам НАТО. Североатлантического альянса, да. Павел, как всегда, вам спасибо за этот анализ. Павел Нарожный, военный эксперт и волонтер только что был с нами на связи.